Работаем на стройке века и сидим голодные. Зарплату буквально вымаливаем у работодателя, пороги обиваем в разных инстанциях, а получить свои кровные так и не можем. Вот текст сообщения, поступившего на редакционный номер. Мы созвонились с автором этих строк. Это уже не первый раз. Получается, первый прецедент был в апреле-майе месяце этого года. Свои имена возмущенные строители космодрома не называют. Боятся, что руководство может оставить их без работы. А в филиале, между тем, трудится около 300 человек и у многих семьи. Чтобы выбить свои деньги, им приходится регулярно обращаться в трудовую инспекцию и прокуратуру Амурской области. В настоящее время прокуратура космодрома Восточный по поручению прокурора области проводит проверку по фактам задолженности, образовавшейся на космодроме Восточный. И выявляется нарушение, в связи с чем прокурор в защиту прав работников направил в суд соответствующие документы, взыскание начисленное, но не выплачивает задолженности по заработной плате. По отдельным обращениям в настоящее время еще проводится проверка прокуратуры. А пока специалисты прокуратуры ведут проверки, мы обратились непосредственно к работодателю. Комментарий по данной ситуации предоставила пресс-служба Дальспестроя России. Мы не скрываем о том, что предприятия находятся в сложном финансовом положении, но при этом мы говорим постоянно о том, что у нас работа ведется и что мы контролируем этот вопрос. И что все люди свою заработанную заработную плату они получат. Да, может быть это будет с задержками, но никого, ни в коем случае без заработной платы мы не оставим. Даже те люди, которые увольняются, в любом случае им потом выплаты происходят, все согласно табелей, все официально. На болевший вопрос о задолженности по зарплате на космодроме обсудили на совещании в правительстве Хабаровского края. Участие принимал и начальник Дальспестроя России Юрий Волкодав. Он пояснил, что первый транш в размере 150 миллионов рублей работники получат до 15 ноября. Полностью погасить долги по заработной плате, намеренные до конца года. Вероника Федореева, Яна Лисовая, Роман Юдаков, Первый областной.